О горе всякому неверному лжецу Это мудрое высказывание содержится в священной книге Коран В суре номер 45 под названием Аль-Джи-Сия, что на арабском означает «коленопреклоненные» Перевод принадлежит весьма почитаемому в исламском мире автору Валерии Пороховой Валерия Михайловна, кроме прочих многочисленных титулов, сегодня является действительным членом Российской Академии Наук Это единственный русский автор, чей перевод священного писания призван каноническим Именно 45-я сура Корана по признанию многих идеологов и является тем обличающим текстом, в котором высказано негативное отношение к людям, подменяющим исламскую веру и идеологией Для достижения каких-то корыстных либо политических целей Сегодня в нашей стране ислам относится к одной из доминирующих религий Постсоветские годы для ислама в Казахстане были весьма сложными и драматическими За 70 предыдущих лет каток атеизма в буквальном смысле расплющил не только канонические установки и законы традиционной веры, но и основы национальной пан-исламистской культуры Духовное возрождение народов Казахстана в первые годы независимости, потребность восстановления нравственных ориентиров и социальной справедливости Стали той благоприятной средой, в которой кроме традиционного ислама активно развивались не свойственные нам религиозные течения И что самое печальное, выполняли и выполняют они задачу прямо противоположную любой религиозно-философской концепции Служит далеко не созидание единства людей и отстаивание нравственных идеалов На деле получается обратный результат Уникальный памятник мировой культуры и духовной столицы Казахстана Мавзолей Хаджи Ахмета Исауи в городе Туркестан Любому верующему человеку, который интересуется развитием в Центрально-Азиатском регионе разнообразных религиозных течений Просто необходимо здесь побывать В этом месте приходит понимание, насколько разнообразным и эстетически обогащенным может быть ислам И какое сильнейшее влияние он может оказывать на культуру той или иной страны Вместе с тем понимаешь, что вера и политика – это абсолютно несовместимые вещи Тюркский тарикат – учение Хаджи Ахмета Исауи Великого суфиста, почитаемого уже многие века в Центральной Азии как святого Теологи считают, что именно благодаря Исауи, жившему в XII веке Ислам получил в Казахстане особый национальный колорит Хаджи Ахмед Исауи учил людей постигать Бога путем самопознания, любви и человеческой интуиции После получения независимости в Казахстане Между традиционными и нетрадиционными религиями стали появляться диалектические столкновения Какие религии мы называем нетрадиционными? Новые религии, которых нет в истории, в традициях, мировоззрении, в культуре казахов, которые пришли позже К ним относятся ваххабизм, учения салафитов, а также идеология партии Хизбут-Тахрир Речь в данном случае идет только об исламе Если говорить о так называемых масхабах, школах шариатского права то для Казахстана традиционным считается один из четырех суннитских масхабов, имама Абу Ханифы Именно на основе этого учения казахстанские мусульмане получают консультации от исламских богословов в казахстанских мечетях К слову, мечети сегодня в Казахстане около 2300 Исламский мир делится на две большие группы – сунниты и шииты Сунниты составляют 90% всех мусульман, шииты – 10% Из суннитов 87,2% придерживаются той формы понимания Корана, который был при пророке Мухаммеде Эта группа делится на четыре школы – ханифиты, маликиты, шафииты и ханбаиты На территории Казахстана и Центральной Азии распространен масхаб имама Абу Ханифы Это является культурным наследием казахского народа Если же кто-то выбирает другой путь, то это значит, что он вбивает клин в солидарность казахстанских мусульман Приверженцами масхаба Абу Ханифы являются 53% мусульман в мире Пророк Мухаммед говорил – будьте вместе с большинством или окажетесь в аду Всего лишь 2% суннитов исповедует нетрадиционный ислам Это те, кто исповедует идеологию Хизбут-Тахрир – ваххабиты и салафиты Их идеология противоречит тому, что проповедует большинство суннитов Поэтому принято считать, что они относятся к нетрадиционным течениям Что любопытно, в каноническом исламе термина «ваххабизм» не существует Он придумал учеными для обозначения исландской идеологии нетерпимости к инновации Это учение появилось в 18 веке на Аравийском полуострове Его автора можно считать Мухаммада ибн Абд Аль-Вахаба Ат-Тамими Аль-Вахаб полагал, что настоящий ислам практиковался лишь первыми тремя поколениями Последователи пророка Мухаммада А то, что было после, это не иначе, как ересь В 1932 году последователи Аль-Вахаба создали независимое арабское государство – Саудовскую Аравию В Казахстане ваххабизм распространен в основном на западе страны Кудан пришел с Кавказа К ультор-радикальным исламским течением относятся и салафия Его последователи, салафиты, выступают против внесения в ислам элементов других религий и философских течений Они позиционируют себя, как проповедников изначального понимания ислама Смысла заложенного в Коран Аллаха Фактически выступая против национальных традиций и культуре в исламе Но наиболее активно в нашей стране проявили себя последователи партии Хизбут-Тахрир По сути призывающие к изменению существующего миропорядка И фактически претендующие на мировое господство Так как деятельность этой организации закончилась законодательными запретами И громкими судебными процессами На ней стоит остановиться подробнее Непосредственно перед задержанием я был руководителем Казахстана По Казахстану, да Непосредственно перед задержанием, но, как говорится, если таким языком говорить Порулить не успел, не дали То, что, например, не дали, например, мечети, я действительно узнал Ну, нельзя кривить душу, что Хизбут меня воспитал в исламе, да Много, много я Хотя я и раньше намаз читал, и много узнал уже Но нравственные качества я раньше знал, да Ну, например, очень моменты, фигка, что-то Почему так руки, почему масхабы Углубленное понимание, почему масхабы, разница в масхабах Что такое иштихат и так далее Очень вот эти моменты, очень я действительно мне это дал только Хизбут-Тахрир Любой мусульманин, да, любой мусульманин, исповедующий ислам Выполняющий, да, основные каноны ислама Которые более-менее обладают какой-то базой знаний Естественно, каждый мечтает жить по шариату, да Как бы, вы знаете, наверное, да, что целью партии Хизбут-Тахрир В основном, я не знаю, как государство, халифата, да Каждый мусульман мечтает жить по шариату Каждый мусульман действительно верит и считает, что На самом деле самая справедливая система И самая справедливая система управления является исламской системой На тот же момент просто присутствовала какая-то романтика Почему, допустим, в основном члены партии Хизбут-Тахрир Молодые ребята Мало там взрослых людей, у которых уже сложились определенные стереотипы Почему? Потому что именно молодое поколение им легче управлять Почему революционеры и так далее в основном были молодежи? Потому что именно они устойчивые, еще не сформированные Вот поэтому это как оружие в чужих руках инструменты В начале декабря 2006 года спецподразделения Комитета национальной безопасности Казахстана Произвели захват наиболее активных членов исламской партии Хизбут-Тахрир Действующих на территории нашей страны За один день были арестованы около 30 человек В том числе руководители ячеек, организации в регионах К тому времени Хизбут-Тахрир уже достаточно основательно пустил корни на территории нашей страны Пожалуй, не найдется в республике человека Который бы хоть раз не сталкивался с плодами деятельности этой партии Листовки пропагандистского содержания в огромных количествах И в открытую распространялись среди населения В массовом порядке типографским способом печаталась подрывная литература Которая довольно быстро находила своих читателей Во время операции у членов Хизба было изъято более 25 тысяч листовок И около 700 гентляров книг Большевистскому подполью, действующему в царской России в начале 20 века И не снилась такая активность Это был прямой призыв к свержению существующего конституционного строя И это было главным их, скажем так, составляющим их действиям, которые идут в разрез с действующей нашей Конституцией Еще в 2003-2004 годах, конечно, было сложно, во-первых, их выявить Сложно было с ними определить, значит, квалифицировать их деятельность Как, значит, нарушение действующего законодательства Тем не менее, в тех листовках, которые они распространялись Главная идея, которая, значит, звучала Это построение теократического государства в форме халифата Как некогда существовавшийся, что же, на территории, значит, азиатского континента На законодательном уровне деятельность партии Хезбута Крир в Казахстане была запрещена в марте 2005 года Как направленное на изменение существующего государственного устройства Нарушение суверенитета, подрыв национальной безопасности, разжигание социальной и межконфессиональной вражды Следствие по этому делу продолжалось более полугода В общей сложности сотрудники нескольких территориальных органов КНБ подготовили 120 томов всевозможных материалов Было допрошено свыше 300 свидетелей Приняло около 200 судебных экспертиз Для того, чтобы доставить в суд вещественное доказательство, потребовался грузовик 35 тысяч листовок, 627 экземпляров книг, 347 цифровых носителей информации, 6 компьютеров, 5 комплектов современного типографского оборудования Во время следствия некоторые фигуранты призвали своих соратников отказаться от участия в деятельности партии Затем к следователям с повинной пришли еще 167 человек Как выяснилось, подпольная сеть Хизбут-Тахрир была развернута в Алматы, Астане, Жамбыльской, Южно-Казахстанской, Кызлаждинской, Карагандинской и Павлодарской областях 1 августа 2007 года в Казыбекском суде Караганды начался судебный процесс Павлодарский следственный изолятор Он стал конечной точкой в идеологической борьбе казахстанских адептов партии Хизбут-Тахрир Здесь на каждом шагу глухие решетки, люди в форме и достаточно унылый распорядок дня Плата молодых казахстанцев за идеи, пришедшие к нам с Ближнего Востока Который на самом деле так далеко отсюда Почти все осужденные казахстанские лидеры Хизба получили от 5 до 7 лет тюремного заключения Сегодня, проведя за решеткой около 3 лет, они совсем по-другому оценивают свою прежнюю жизнь Нам говорят, мы ведем политическую борьбу, мы раздаем листовки, то есть мы критикуем власть Мы критикуем, мы говорим, вот она такая неправильная и так далее, это плохая-плохая Раз мы критикуем его, мы говорим, это неправильно, мы должны предложить что-то лучше Мы предлагаем ислам, но на самом деле ислама здесь не может быть Ну в общем уровень массы, не все понимают, что такое ислама Мы считали, что это, я так считал лично, это был на пользу ислама, наоборот А потом, это действительно, когда ты уже остановился вот так Сейчас анализируешь пройденные этапы, почему, как, это все, оно видно уже Как говорят, прошлые, это анализируешь, прошлую жизнь То есть вот это все, вот эти действия, на самом деле, они, во-первых, противоречат самому себе Сегодня Арману Камзину 34 года На момент задержания он руководил ячейкой Хизбут-Тахрир в городе Павлодаре Младший брат Армана сидит здесь же, вместе со старшим 29-летний Кашига Камзин отвечал за деятельность партии на территории всего Казахстана Хизб действовал здесь ошибочно, преследуя какие-то другие цели Поэтому я решил прекратить свою деятельность в Хизбе Без давления, полностью осознанно Пришел к такому выводу, что прекратите свою деятельность в Хизбе Потому что, как я уже сказал, у меня появилось конкретное сомнение В руководстве Хизба быть чем-то оружием в чьих-то руках, в чьей-то игре Пусть у нас Аллах упасет от этого Поэтому я принял такое правильное решение и считаю, что это правильное решение Не буду клясся я всем городом святым, в котором ты живешь, свободным Освободить раба, дать пищу в дни лишения сироте, который близок вам по крови Или бедняку, презренному другими И вот тогда вы станете одним из тех, кто верит в Бога и смиренно сострадает И с милосердием творит добро Таков ли к праведных, стоящих по праву сторону в день судны Над тем, кто наши ясные знамения отверг Почить на левой стороне, под словом пламени огня Коран, сур-90, аль-Балят, город Иерусалим, 1953 год Арабские страны уже проиграли войну И город под настроенном порядке уже объявлен столицей нового государства Израиль Которая совсем недавно появилась на карте мира Однако в палестинских районах Иерусалима все еще действуют шариатские суды Противостояние сионистской экспансии И призывы к восстановлению исламской формы правления политическими методами К этому сводилась доминирующая идеология в арабских странах Ближнего Востока В те неспокойные годы Именно тогда в этом регионе планеты и появились многие организации, партии, движения Которые сегодня вне законных в большинстве как светских, так и теократических государств мира Экстремизм, подпольная подрывная деятельность, убийства, теракты Все это не имеет ничего общего с исламской верой Но именно идеология пан-исламизма служит оправданием преступления В 1953 году в Иерусалиме жил образованный, праведный и весьма уважаемый в среде мусульман человек Он окончил университет в Каире, работал судьей шариатского суда И являлся членом иорданской религиозно-политической организации «Ихван-аль-Муслиминь» Что в переводе означает «братья-мусульмане» Этого человека звали Тахидин Набхани Именно он и создал исламскую партию освобождения Более известную как Хизбут-Тахрир Если человек спрашивает, что такое религия ислам То в двух словах это можно сказать одним словом, что это религия единобожия в первую очередь А начинать с халифата, это все равно, что строить дом Построить без фундамента, сразу начинать строить крышу этого дома Покрывать дом, несоответствующий дом, несуществующий дом Покрывать крыши То же самое и идеология группировки Хизбут-Тахрир Ну хвала Всевышнему Аллаху, что на сегодняшний день Многие из них отошли И идеология Хизбут-Тахрир в корень не соответствует той идеологии Которую распространяет, которую преподносит ислам С точки зрения ислама на сегодняшний день И не только на сегодняшний день Это вообще их слова, их идеи, они конечно же нереальны на сегодняшний день Так как они отошли от пути пророка Мухаммада, который начинал распространение ислама не с халифата А начинал распространение ислама с распространения единобожия Главная идея и сверхзадача Хизба столь же утопическое, сколь и поражающее воображение Создание современного халифата Чтобы понять, что это такое, необходимо сделать небольшой экскурс в прошлое Всего в истории человечества существовали три формы халифата Арабо-мусульманского теократического государства с феодальной формой правления Первый халифат был создан непосредственно пророком Мухаммедом в 622 году После смерти пророка с 632 по 661 годы в истории арабского халифата Начинается эпоха так называемых праведных халифов Сорадников и преемников Мухаммеда Которые соединяли в себе неограниченную высшую, духовную и светскую власть У мусульман и сегодня халиф считается самым высоким титулом Всего праведных халифов было четверо Абу-Бакар, Умар, Усман и Али По своим размерам их империя, которая образовалась менее чем за 100 лет, превзошла аринскую Принято считать, что именно в этот период всего лишь один раз в истории ислама Удалось осуществить справедливое государственное управление С равномерным распределением общественного продукта В те времена мусульманская ума в точности следовала божественным предписаниям А халифы избирались из самых достойных С 661 по 675 годы арабским халифатом правила династия Амиядов Именно Амияд халиф Амар построил в Иерусалиме на месте иудейского храма мечеть Кубат-Ас-Сахар Великолепное сооружение с золотым куполом над скалой С которой, по преданиям, пророк Мухаммед вознесся на небо на огненном коне Начиная с 750 года и вплоть до середины IX века На колоссальной территории от Средней Азии до Северной Африки и Западной Европы Существовал халифат династии Аббасидов По своему величию и культурному расцвету это была блестящая пора в истории арабского халифата Этот период еще называют золотым веком ислама или исламским возрождением В рамках этого халифата сложилось общемусульманское культурное пространство Которое продолжало существовать и после его распада Своей вершиной достигло развития искусств, науки, архитектуры Аль-Фараби, Авиценна, Фердоуси и другие великие жили и творили именно в эти времена Считается, что конец халифату положило монгольское нашествие А попытки его воссоздания предпринимались в разные времена в Египте и в Турции Идеологи Хизбута Хрил считают, что последний из халифатов существовал в Турецкой Османской империи Был упразднен в 1924 году И сегодня возрождение халифата как единого наднационального и мультикультурного государства Исламской справедливости остается светлой мечтой многих правоверных мусульман во всем мире Но возможно ли в современном мире возрождение той формы халифата, которая существовала много веков назад? Те государства, когда некоторые некогда существовавшие в объединенной, существовавшие в этом халифате Это государства с разным различным уровнем развития Уже политическим устройством, государственным устройством Возьмите тот же Иран и Турцию, это совершенно разные государства Хотя вроде бы одного соседней страны, мусульманские страны Но это совершенно разного направления государства Иран это теократическое государство А Турция это совершенно европизированное, направленное на европейский путь развития государства И их объединить в одно целое, тем более сюда Казахстан И пытаться построить здесь халифат Это ничему другому, чем гражданское или межгосударственное конфликты И даже гражданское войне, другому ничему не приведет Хизбут Тахрир предлагает перекроить карту мира И по сути построить новый миропорядок Всемирная империя неохалифата, по мнению идеологов партии Должна состоять из 49 государств В которых проживает 20,5% населения планеты При этом страны, потенциально пригодные для создания халифата Делятся на две категории Так называемое ядро и периферия В ядро входят страны, которые исламисты и радикалы уже считают частью халифата Насчет периферии у них имеются некоторые сомнения К ядру халифата относится 31 страна Центральной и Южной Азии В том числе и Казахстан, Ближнего Востока и Африки Периферию составляет 18 государств Южной и Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока И, пожалуй, самое любопытное Это список стран, где, по мнению руководства Хизбут Тахрир, уже построен халифат Это Чечня, пакистанская часть Кашмира Земли, которые контролируют организации освобождения Палестины и Западная Сахара В нашем многонациональном, многоконфессиональном государстве это совершенно неприемлемо И распространение этих идей, оно приведет только к разговору Эта организация существует уже более чем полувека В 1953 году, когда образовалась эта организация на территории Палестины С тех пор она осуществляла деятельность, пыталась, скажем так, оказывать влияние на политику На формирование государственного строя во многих государствах мира Во-первых, в первую очередь в арабских государствах, в Саудовской Аравии, в Иордании, в Сирии Но там государство, это в основном мусульманское население 99% граждан этих стран Если там не сумели реализовать эти идеи построения единого халифата Они же совершенно очевидно понимают, что в Казахстане, в светском Казахстане Многонациональном, многоконфессиональном, это нереально Это они ясно себе представляют Но их интерес в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Казахстане Как же получилось, что молодые и далеко не глупые, достаточно образованные и любознательные казахстанцы Руководствуясь крайне утопической идеей, в конце концов оказались за решеткой По своему вероубеждению, партия Хизбут-Тахрир относится к отклонившейся секте мутазелитов Основателями направления были двое арабских богословов Василий ибн Ата и Амар ибн Убайт, которые жили в 8 веке Они первыми попытались обосновать мусульманское вероучение логико-философскими доводами Именно грамотное и логическое обоснование основных идей И способность убеждать оппонента в его неправоте Является главным идеологическим оружием эмиссаров Хизбут-Тахрир До знакомства с членами партия Хизбут-Тахрир, я уже был соблюдающим мусульмане То есть читал намаз, держал пост и тому подобные вещи Выполнял основные каноны ислама Ходил в мечеть, естественно, общался с братьями Когда человек только приходит в ислам Это такое огромное море знаний Которые не каждый имам мог объяснить Дать ответ Или давали такие ответы, которые действительно удовлетворяли разум Происшел такой момент Я познакомился с братом Который состоял уже в организации Начали общаться Встречаться, обсуждать какие-то вопросы Далее Самад Шаков стал изучать партийную литературу И спустя некоторое время стал активистом Хизбут-Тахрир От палестинского сопротивления партии достался еще один весьма действенный метод – конспирация Как правило, знакомство простых верующих с эмиссарами партии происходит в мечетях Ставка делается на амбициозных молодых людей, ищущих знаний Как правило, на первых же занятиях вербовщики знакомят будущих адептов секты с жизнеописанием посланника Аллаха Они как бы внушают служителям, будто бы призыв пророка по своей сути является политическим мероприятием А следовательно, по их убеждению, Мухаммед учредил не что иное, как политическую партию Зачастую история жизни пророка преподносится сжато в течение 15 минут И разделяется на три стадии Идеологическая стадия, открытое проповедование и финальная битва Обычно эти вводные лекции изобилуют разговорами о джихаде, страданиях мусульманской общины и прочих бедах Главная причина которых – отсутствие халифата В их идеологии нет понятия языка, национальных символов, флага, государственной границы Они против государственности, против конституции, против суверенитета Вот именно это и является угрозой Создание единого исламского государства отрицает наличие государства Казахстана Они его не признают Последующие занятия представляют собой попытки эмоционального порабощения аудитории Представив слушателям суть пророческого призыва в нужной для себя форме Проповедники начинают знакомить людей с их собственной методологией Которая представляется как путь пророка А на самом деле это глубочайшее заблуждение Идеология Хизбута Хри широко распространяется при помощи книг Они обязательны для изучения каждым членам партии Которые в свою очередь обязаны активно внедрять идеи партии в сознание людей Мне казалось, что это исландская политическая партия Целью которой является распространение исландского образа жизни И построение исландского государства Методом, идеологическим методом То есть путем распространения Не насильственным путем, не военным А именно путем убеждения В принципе это основная информация В принципе всем она известна Вряд ли большинство молодых людей Попавших под влияние Хизбута Хрир знает Что прошлое у этой организации далеко не такое уже безоблачное Как его позиционируют эмиссары В 1968 году Хизбута Хрир осуществила попытки государственного переворота в Иордании и Сирии Которые провалились Партия намеревалась осуществить путь в Египте в 1974 году Активист Хизбута Хрир был членом террористической группы Которого убила президента Египта Анвара Садата в 1981 году Попытки переворота также имели место в Ираке и Тунисе В 1994 году 10 членов Хизбута Хрир были обвинены в планировании убийства короля Иордании Усейна На примере себя могу сказать Если бы мне бы разъяснили эти вещи другие люди не спорят Хизбута Хрир Возможно бы и не было этой организации Ну не было этих людей А я искал Эмоциональное или идеологическое порабощение человека легко осуществить в той среде Где присутствуют какие-либо социальные и другие нерешаемые проблемы Где низкий уровень жизни, а люди недовольны существующей властью Нетрудно догадаться, что Хизбута Хрир начал свою деятельность на постсоветском пространстве Именно в Центральной Азии Первые эмиссары появились в Узбекистане и на юге Киргизии В Киргизии члены Хизбута Хрир предпринимали попытки войти в парламент И влиять на принятие государственных решений Мы, конечно, изучали систему идеологии партии Хизбута Хрир Это система, которая управляется извне Иерархия построена по принципу пирамиды Внизу три человека, над которым стоит один лидер А над пятью этими лидерами стоит еще один Таким образом, те, которые находятся на самом верху, не знают тех, кто внизу Наши религиоведы изучали, почему члены этой партии вынуждены были создать Именно такую систему Но никто толком не может ответить В структуре партии существует жесткая вертикальная иерархия Рядовой член партии называется Дарисом Группа из пяти Дарисов руководит Амир Каждый рядовой член партии обязан жестко подчиняться вышестоящему Амиру И выполнять ритуал под названием Халака То есть один раз в месяц он должен выплачивать на нужды партии 10% своего заработка Активист партии обязан как минимум один раз в месяц проводить пропагандистские встречи И в письменном виде отчитываться перед вышестоящим Амиром Есть люди, которые отвечают уже за город или определенный регион Они подчиняются Амиру страны, а тот, в свою очередь, получает инструкции из-за границы Кто сегодня руководит партией Хизбута Хрир остается загадкой В некоторых источниках фигурирует мистический араб по имени Атта Абу Рушта Существует ли этот человек на самом деле неизвестно Собквартира партии сегодня находится в Лондоне А в США практически легально действует крупнейший ее филиал Что любопытно, для получения инструкции сегодня активно используется интернет Руководитель Хизбута Хрир, партии Хизбута Хрир аль-Ислами Сейчас, насколько я знал, Атта Абу Рушта Это такой человек, который зовут Атта Абу Рушта Никто из нас его не видел, естественно, в Казахстане Тем более, этот человек где-то находится в арабских странах Насколько известно Может, и не в арабских странах Никто не знает Полное доверие Доверие этим людям Именно тем, кто руководит То есть человек за Казахстаном, например Человек за Узбекистаном Они подчиняются Есть человек, руководитель Ну, это по моему По моим домыслам Должен быть человек, где-то Управляющий за Центральной Азией, например Или за постсоветским пространством Точно я не знаю, как оно руководят Интернет, он связывает весь мир По почте отправляешь на электронный адрес А этот электронный адрес неизвестный Один Алла знает, в какой он в стране находится Поэтому, где они принимали Эти связные люди, которые брали эти отчеты Потому что каждый месяц дается отчет Именно О деятельности Что делается Ритуал вступления нового члена в партию Хизбут-Тахрир весьма прост Дорис приносит присягу своему Амиру Главные условия членства Читать только те книги, которые рекомендуют партии И беспрекословно подчиняться Амиру При достижении определенной численности членов партии В Казахстане организуются всевозможные акты гражданского неповиновения Митинги, демонстрации, восстания и другие беспорядки Задержание спецслужбами активистов партии в Казахстане Произошло на грани их перехода к открытой политической борьбе Именно такой приказ казахстанским Амирам пришел из-за рубежа Казахстан сегодня рассматривается как реальный, возможный конкурент Сегодня на мировом таком политическом, экономическом пространстве Поэтому в первую очередь здесь беспокойство проявляют Некоторые развитые западные государства Поэтому такой Казахстан им не нужен Поэтому говорить, когда мы говорим В чем основа все-таки вот этой идеологии В чем основа этой деятельности направленная Поэтому нас надо смотреть гораздо глубже Они лежат как раз именно в сфере интересов некоторых западных государств И многие организации, такие созданные организации Это плод деятельности различных западных спецслужб И для кого это не секрет Возможно здесь преследуются определенные политические Естественно политические Все связано с политикой Определенные политические цели То есть вхождение, доминирование определенных государств Может быть западных Это не исключено То есть содействие Создание ажиотажа в стране Привлечение международных организаций По защите прав человека и так далее Свидетельство о нарушении законностей Нарушение демократии Что дает повод Вхождению в наш регион Западных государств К сожалению, понимание того, что ты встал на неправильный путь Пришло к Кашиге Камзину И другим парням, попавшим под влияние идеологии Хизбута Лишь в умилые дни тюремного заключения Герои нашего фильма осознали свои ошибки И скорее всего они скоро вернутся к своим семьям Но есть в местах не столь отдаленных и те, кто по-прежнему порстуют Своим горячим желанием построить халифат любой ценой Не понимая, что давно стали обратной стороной чужой идеологии Безликими фантомами большой геополитической игре Идея справедливого исламского государства, которое объединит мир Стала для них и утопией, и трагедией До сих пор, хотя у нас уже хвала Всевышнему последние 2-3 года Два года уже о них не слышно Но тем не менее простой народ, они даже человека с бородой Они говорят Хизбутахрир Ну везде, женщина в платке Хизбутахрир Я им говорил даже, что они много вреда сделали для ислама Очень много вреда То есть своими действиями никакой пользы не принесли Вообще никакой пользы А именно только вред для ислама принесли Потому что сейчас у людей до сих пор сложилось негативное отношение К девушкам в платках, мужчина с бородой Или даже кто на мать считает Сразу думает, что человек уже все, в секте Хизбутахрир И это, ну конечно, надеемся, что начала это ненадолго Это будет забудут, это все, все это уйдет Не останется, как пена морская Вода остается, то есть ислам, а пена исчезает Дома осужденного Армана Камзина Нас ждут жена и двое дочерей Жизнь проходит, семье очень нужен отец И семья его ждет Если мы мусульмане, если мы придерживаются своей религии Мы должны соблюдать чистый ислам Ислам, по сути, она мирная религия вообще Мы должны читать хуран, должны заботиться о наших семьях Читать намаз Ну, я считаю, что за это спросят у нас В сотный день у нас все равно спросят Что довольны наши дети нами Или там мы друг другом довольны ли мы И как бы все за это как бы спросится И поэтому я хочу пожелать, что нужно задуматься Прежде чем куда-то шагнуть, нужно задуматься О своих семьях, понравится ли это потом И вообще нужно думать о потомках И думаю, о, в первую очередь, так Скажи, ищу спасения я у Господа людей Властителя людей Убого человеческого рода От зла недоброго смутьяна Что наущая исчезает Кто смуту вносит в сердце человека И обитает среди джинов и людей Куран, сура 114 О нас, люди Куран, сура 114 О нас, люди Куран, сура 114 О нас, люди